Всем привет, друзья мои! Сюда идите, сюда плывите! Мы снова на море, но у Марии сегодня конъюнктивит. И она решила остаться дома, хотя всех нас разбудила, приготовилась. Потом, смотрю, лежит. Как бабуля, у меня глазки так чешутся, что-то в них есть. Я пухши у нее, у моей девочки, я ей быстро заварочкой. Я говорю, а что же нам делать? Мы уже готовы были. Она говорит, поедите, говорит, я дома останусь. Как взрослая у нее внучечка, понимаете. Потом Ашкин проснется, пойдет в аптеку, купит капельку. Вчера у нее весь день как будто песок, как будто что-то в глазик попало. Меня тоже попрыгала! Да, людей побольше. Сегодня зонтик принесли такой огромный. Ну, я лежу, вот здесь кайфую. Нравится вам? Да! Много не ныряй, бабуля, чтобы глазки не заболели, как у Марьи. Я вообще не ныряю. Не ныряй, бабуля, все. Всем привет-привет от моей Маруси! Посмотрите, какая у меня девочка красивая! А причесочка, глазочки у нее болят, конъюнктивит. А ну покажи, покажи, бабуля, какую я ей сделала причесочку. Она с утра тут йогой занимается. У нее глазки, видите, какие конъюнктивит. Ну, мы лечим, да? Бабуля тут уже постирала с детками. Погода замечательная у нас, жарища. Так, везде помыто. У меня болезнь, наверное, друзья мои, болезнь. Где моя вот вторая? А посмотрите на эту. На эту посмотрите. Покажи свою прическу. Ну, красиво веди себя, красиво. Смотрите, они у меня сейчас худеют. Делают зарядку. Топики бабуля купила им. Покажи, покажи, косички, покажи мои лапузики. А мой мальчик сейчас занимается. Да, Демушка? Да. Скажи привет себе. Попробую открыть. А почему ты эту ручку? Пусть она попробует открыть. Не так. Она откроет и поломает. Так, давайте. Не умеешь? Давай, все, иди. Пиши, не отвлекайся. Тут Ирмочка занимается. Ирма, быстрее иди сюда. Что я делаю, друзья мои? Видите, две кастрюляки? Тут обед. Так, здесь мы балкон помыли с детками. Здесь я что приготовила? Здесь я приготовила, видите, безелье с горохом, соус, мясо. И вот борщ у меня на куриной, не на курином, на мясных, на мясных косточках. И вот такие кастрюляки у меня обеда. В общем, два часа дня, без пятнадцати три уже. Только что закончилось плести. И у меня уже все готово. Так. Такие вот дела у нас. Сидим дома, потому что болеем. Бабуля, тоже жарко так. Какая у нас жарища. Ну, я сегодня позанималась час югой. Тоже и посвящаю себе все время. Все время, да. Все время вот на эти полы, на балконы, на чистоту. Как-то вот так проходит день. И я отключаюсь. Вчера в одиннадцать отключилась. Свадьба, свадьба. У нас на районе свадьба. Мы с детками смотрим. Это там женщина. Что, бабулечка? Вот это вот звук. У меня вот эта музыка проснула. Разбудила. Она соснула. Вот такая невеста у нас. Жара. Вот это жара. Если бы еще были такие веселые свадьбы, как в Грузии, интересно было бы. Где? Где? А здесь был горшок. Я же тебе балкон мыла. Тапочки одень и встань. Иди, смотри. И шапку одень. Кушать сейчас, кормить вас буду. Всем добрый вечер, друзья мои. Какая у нас жарища. Я все-таки решила выйти все бросить. И выйти чуть-чуть погулять с ними. Несмотря на то, что у Марии коннективит. Сегодня у нее днем очень сильно болел глаз. Она поспала даже. Ну, а я возилась, возилась. Потом у меня вебинар был. Потом работа с партнерами, моей командой. И я их докормила. И решила вывезти все-таки во двор. Ашкем сейчас только что пришел. Он ходил по делам. Пошел с нами. А потом, говорит, я такой голодный. Я говорю, ну иди там дома. Все разогрето. Как раз мы поужинали. И вот мы решили прийти вот сюда рядом в парк. Потом пойдем сейчас в другой парк. Чуть-чуть походить. Вот совсем на улице другая ситуация. Все-таки вадушно. Вот я сейчас села и запарилась. Но это лучше, чем дома. Одела такое платье спортивное. И знаете, стало жарко. Вроде бы душ приняла только что. Все-таки. Все хрустит, все скрипит. Вроде бы йогой занимаюсь. Я соскучилась по моей ходьбе быстро. Даже в Батуми. В Батуми я больше передвигаюсь, чем здесь. Здесь вообще никакого движения. Только по квартире. Ее такое страшно в этой камере, как по коне. Волосы решили поправить. Сейчас эта стрижка самая оптимальная. Самая удобная. Волосы решила отращивать. Все приветики, рулетики. И вот у меня отросла волос. Всем привет. Папе, слезки идут. Слезки идут? Слезки не будут. Потому что бегать нельзя. Сядь возле бабули, и не будут слезки идти. Ой. Вот бабулечка-бабуля. Сколько в них энергии. Знаете, как я давно мечтала о таких моментах, что они здесь будут со мной бегать. Вот это происходит. Произошло все. Бесятся, прыгают. Все-таки надо выводить их. Пугают от меня. Потому что загоревшие уже такие. Потому что здесь они. Потому что здесь они-то. Прости, бабуля. Зачем на море ходить, когда можно просто гулять туда-сюда. Вот, вышли с больной и с больными глазами. Ну, пока что сегодня не болело. Наверное, на воздухе надо много ходить. Бегать, чтобы это... Сегодня я занималась на 4... То есть на 5 килограмм похудела. Вот такой у меня рекорд. Вы знаете, она занялась худением, как ее бабуля когда-то. Сколько килокалорий, спрашивает. Ингредиентов, салаты мне, борщ принесла, показала. А у меня 57 килокалорий в борще. Вы поняли, все узнала, спросила гуголь. Ой, она меня с ума с видела сегодня. Бабуля, свари мне этот суп диетический. Бабуля, сделай мне то. Бабуля, мне то. Ингредиенты. Расскажи, из чего это ин... Ингредиенты. Ингредиенты. Кило? Килокалорий. Сжигаются? Да, сжигаются. Когда ты кушаешь один салат, надо его кабачок сделать, супчик. Надо в кипяток сделать, воду. Кипятком сделать воду. Рецепт. Рецепт, да. Потом внутри немного, специально для цвета и для вкуса, морковочку. Потом капусту много, потому что она сжигает много калорий. Мясо, потому что все верят, что мясо специально... Мясо наоборот, вес поднимают. Наоборот, мясо специально... Такое мясо покупается, что можно для диеты, да. Куриное филе. Куриное, да, филе. Потом это все ложим в кипяток. Кабачок, капусты немного, то есть много капусты, можете сколько хотите. Немного морковки, специально для цвета и для вкуса. И мясо, кабачок тоже. И сколько есть этот суп? И ваши любимые... Приправы. Приправы. А сколько можно раз в день есть? Четыре. Четыре раза, то есть один день... Четыре дней и один день, один раз. Четыре дня, один раз есть суп, это ты же не выдержишь. Надо четыре дня кушать этот суп. Да. И похудеешь. Только суп, правильно? Да, только суп и все. Ой, я один раз ела такой суп. Я даже сама удивилась. Толку с него нету. Так что это все ерунда, Нат, Мария моя. Смотрите, что она сейчас вам покажет. Поверьте себе, когда вы это делаете, надо поверить в себя и сделать все так, что вы хотели. И посмотрите на меня. Браво, браво. Поверить в себя надо, да? Да. Надо поверить в себя. Давай я тебе помогу здесь подняться. Минута, я сейчас сама. Надо поверить в себя. А ну давай еще тогда, поверь в себя. Поверить в себя. Роста не хватает. Подожди, я тебе помогу. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!